Добрый вечер, дорогие друзья! С вами музыкальная программа «Спешим поздравить!» В череде будней даже самые небольшие события вызывают у нас бурю положительных эмоций. Любому из нас будет приятно получить музыкальное поздравление от дорогого нам человека, сделанное специально для него. Если вы хотите преподнести в качестве сюрприза запоминающийся подарок, наше музыкальное поздравление – это именно то, что вам нужно! Любовь Ивановна, Вы прожили достаточно долгую и, на мой взгляд, интересную жизнь. Наполненную событиями. И вот, оглядываясь назад, можете вы сказать, что бы вы сделали не так, где бы вы поступили иначе? Вот все равно юбилейный день рождения, да, и порой иногда просто, когда есть время подумать и остаться наедине, Вы анализируете свою жизнь и думаете об этих моментах? Нет, я не хочу возвращаться и каяться, что-то я сделала не так. Все шло своим чередом по возрасту. То есть ни одной, на Ваш взгляд, ошибки, которую бы Вы хотели исправить в жизни, может быть, каких-то неоправданных шагов? Дело в том, что когда в начале жизни, я еще студент, ну, когда школу закончила, я хотела быть учительницей и поступала в педагогическое училище, но не прошла по конкурсу. И на следующий год я уже не пошла туда, потому что областной город, Тюмень, это там очень большие конкурсы. Но мне нравилась и медицина. Я все время кошку лечила, кукол лечила. И я решила пойти в медицинский. Говорят, ничего случайного не бывает, да, наверное? Это был последний день приема документов на фельдшерское акушерское отделение. И я успешно сдала экзамены, математику на пять, сочинение на четыре. Диктант на четыре написала. А почему в последний день? То есть долго раздумывали? А я раздумывала, я еще искала другое какое-нибудь учреждение. С подружкой мы искали технический, техникум я подавала, документы. Потом забрала обратно, потому что бабушка сказала мне, в лес тебя отправят, комары тебя заедят. Я пошла, забрала документы и свой риск и страх отдала медицинское училище. То есть вот вы считаете, что цель, вот это основное жизненное, вот это направление медицинское, оно было выбрано верно, вот сейчас оглядываясь. Да, и поскольку я хотела быть и педагогом, то получилось, что все сошлось у меня. Значит, получается, что вы добились того, чего хотели, получается, да? То есть вы вот по этой стезе уже идете, сколько у вас трудового стажа? 55 лет. Значит, 6 лет института, нет, 4 года училище, фельдшерское кушарское отделение я закончила, с отличием. Затем 6 лет института и 55 лет работы. Ну вот вы думаете, что вот какие-то нужно для этого было предлагать усилия, вы их предлагали. Вот есть просто, я к чему веду, разница между словами «хочу» и «могу». Все в жизни хотят стать успешными женщинами, самодостаточными, иметь богатого мужа, например, или, по крайней мере, состоятельного, вот, и быть успешным человеком. Но не каждый, вот, спросить любого, и любой по шаблону это ответит. Да, никто не скажет, что я хотела, вы знаете, до блеска чистить унитазы, и я это делаю. Но, опять же, есть те, кто работает, предположим, где-то на каких-то работах, допустим, санитарками, а есть врачи. Ну, единственное, что я хочу сказать, что я хотела получить высшее образование. То есть это было от мамы, от бабушки, от кого-то? Не от кого. Цель какая? Зачем? Родители даже не вникали, как я учусь. Я принесла диплом с отличием и говорю, что я могу сейчас в институте учиться. Отец сказал, а зачем тебе институт? Вот получила специальность работы фельдшера. Этого хватит? Этого достаточно. Ты получила назначение на фельдшерский пункт. И я тогда заплакала, что я хочу в институте. Перед вами какие-то примеры были. Я хочу быть врачом. Никаких примеров не было. Вот среди родственников. Ведь тогда было время, когда, в принципе, высшее образование было, это единичные какие-то случаи. Да. Не было случаев высшего образования. Была простая семья, простая родня, рабочие все. Без образования, можно сказать. И вдруг вот я среди всех решила стать такой. Какие гены мне достались, от кого, не знаю. Дала себе какое-то вот слово. Может быть, это в школе где-то проскакивало. В школе, в школе, мне даже не хочу вспоминать про нее, потому что в школе я была неуспешной. Я не очень хорошо училась. То есть рывок-то был позже? Позже, когда я в восьмом классе уже училась. Вот когда я не поступила в педагогическое, я тогда что-то во мне не то, что надо получше учиться. Я стала учиться лучше. Вот закончили мы восемь классов, и у нас был классный час. Учительница у нас была классный руководитель, и она у нас преподавала конституцию. Мы сели вокруг нее кружочком, и она стала всем предсказывать судьбу. Ну как экстрасенс. Этому то, то, то. Мне она ничего не предсказала. Я в душе очень обиделась. Не знаю, или просто обошла вниманием. Я очень обиделась, что она не предсказала мне судьбу. И про себя сказала. Я сама себе судьбу сделаю. Вот за себя запрограммила. Я сама судьбу себе сделаю. И вот поступила я, когда закончила Минучилище с отличием, и уже в институт поступила на первом курсе, был вечер встречи зимой выпускников школы. И я пошла на этот вечер. Встретила эту учительницу и сказала ей, «Вот вы мне судьбу не предсказывали». Я сама себе судьбу предсказала. Я с отличием закончила училище медицинское и поступила в институт. Сейчас учусь на первом курсе мединститута. Ну что она сказала? Ну что, молодец. Ну молодец. То есть, вероятнее всего, она не могла вас сканировать? Она не прочитала вас? Она не угадала? Потому что я плохо училась. Она не знала, да. Условия жизни были не совсем социальные, а хорошие. Потому что рабочие, родители, отец выпивал. Часто скандалы в доме были. Вот вы, наверное, и хотели вырваться из этого круга. Вот правильное. Вот что вас помогает. Я себе и говорила все время, когда я жила в этой среде, что я должна вырваться из этой среды. Вырваться, уехать. И жизнь построить самой. В другой среде. Я любила, с детства, видимо, у меня была пристрастие к музыке. Но по радио родители слушали только частушки. Если играет вальс Чайковского, говорили там Штрауса, музыка. У меня сердце замирало. Они выключали радио. Вот опять этот там Штраус заиграл. Вот. А я, когда поступила в институт, с девочками жили мы в общежитии, мы купили абонементы на музыкальный лекторий. Я ходила слушать, как слышать музыку, как слушать ее, что в музыке... Такие музыкальные лектории были. Лектории музыкальные в филармонии были. Мы ходили на этот лекторий. И потом я прослушала почти все балеты и оперы в оперном театре. Мне оперный больше всего нравился. Балеты, опера. Я всегда читала... Вот балеты особенно там же описывают, что изображает балерина в том или ином акте, вот своими движениями. Либретта есть, да. Да, и я читала всегда и смотрела. И порой вот Жизель, я слушала несколько раз, и я плакала. Ну вот да, вот это желание жить не так, жить другими мерками, другими интересами, в другом измерении немножко. Да, 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 в другом измерении. Потому что я жила в плохом измерении, так скажем. И мне хотелось вот вырваться. И я все шесть лет пела в студенческом хоре. По нотам нас учила консерватория, у нас преподавала Лера. И она нам раздавала ноты, и мы пели по нотам. И меня, конечно-то, очень интересовала вот эти точки на этих линиях ноты. И у меня было желание научиться играть на фортепиано. И эту мечту я осуществила, когда закончила институт. Приехала в Сухой Лог, нам дали квартиру, пустая квартира, никакой мебели, ничего. И объявляют курсы взрослых для взрослых в музыкальной школе. И я мужу говорю, пойдем, Боря, ты играешь на баяне, давай на класс баяна, а я на фортепиано. Будем учиться с тобой. Пошли мы сдавать экзамены. Я экзамен сдала, он экзамен не пошел сдавать. Идем с ним из школы, у меня слезы. Я говорю, ты почему не пошел? Он говорит, ты вообще плохо отрели, ориентируешься. Ты будешь учиться в вечерней школе, а кто с детьми будет сидеть, если мы с собой оба уйдем в музыкальную школу? Ладно, ты учись, а я буду с детьми. Ну и все по-настоящему. Была музыкальная грамота, сальфеджио. Все прямо по программе училась. И заняла денег, 500 рублей тогда, и купила себе пианино. Черное тогда, Урал. То есть нужен был инструмент. Нужен был инструмент. Без инструмента там нечего делать. Заняла у нас бабушка, жила на первом этаже. У нее денежки были, она копила там на похороны, для чего там. Я у нее заняла. И купила пианино. Ну то есть продолжаете вот для себя играть сегодня? Сегодня нет. То есть вообще не садитесь за инструменты? Дело в том, что жизнь потом повернулась по-другому. Дочка пошла учиться. Я ее дала с первого класса. Она закончила 7 классов. 7 лет она играла на фортепиано. Потом она закончила 10 классов. И в институт она ушла. И пианино у нас... Я сама потом училась, разрешила несколько вещей. Сама по нотам романса особенно. Я очень любила играть и петь сама себе. И мы с ней пели на два голоса. У нас такая музыка всегда в доме была. И Боря всегда просил, Светочка, ну сыграй полоноса Гинского. А если, когда приходили к нам гости, все, Света у нас за фортепиано. Это как раньше в советских семьях. Да, мы с ней поем. А у нас были гости-то наши, друзья-то, Спицын, Рудольф, музыкант, который играл на всех инструментах. В том числе и на фортепиано. И был у нас еще Новоселов. А тот стихоплет, тот стихи читал. Особенно Амара... В отцеле творческий салон. Амара... Музыкальный, литературно-музыкальный салон. Хаяма, он читал стихи, так тихим таким голосом. Он читал стихи. Проникновенно. Проникновенно. А Рудик играет какую-нибудь мелодию. Ой, это были такие музыкальные вечера у нас. Замечательные. И что вспомнить. Вы упомянули несколько раз в разговоре своего мужа. Вот мужа, сына, говорят, вот есть такая, как бы, такие слова знаковые. Помяните добром. Вот вы вспоминаете добром? Конечно. Этих ушедших людей? Боря, это моя была первая любовь, студенческая. Первая и последняя. Мы же с ним поженились в институте и родили ребенка, сына, когда я училась на пятом курсе, он на шестом. Помогала, конечно, моя мама, свекровь помогали. А потом ребенка пришлось отдать свекрови на воспитание. Последний год, чтобы я закончила. Он закончил, уехал работать. А я еще училась год. Этот год он был у свекрови. Память. Вот собираюсь съездить в Ивдаль на могилы свекрови, свекра, которые мне очень-очень помогли. Такие вообще добрые люди. Они меня так приняли. И когда я приехала к ним в дом, когда Боря меня привез, и они нас встретили, сели за стол, все, и разговаривали, сидели. И отец сказал, Борин отец сказал, как всю жизнь была наша. А еще были любимые мужчины? Любимые мужчины? Ну вот второй муж. Когда Боря умер, я вообще не собиралась замуж. Я была очень долго в состоянии стресса. Не могла слушать музыку. У меня сразу слезы появлялись. Я не могла ходить на дни рождения, где запоют, завеселятся. У меня слезы. И потом просто я заболела. У меня были показания для того, чтобы на курорт съездить, самоцветы. Грязи попринимать. На позвоночник надо было мне. И даже не собиралась. Я там поехать познакомиться, замуж. То есть цель была другая. Просто полечиться. Цель была полечиться, да. Я даже никаких нарядов не взяла с собой. Я взяла только теплые вещи, потому что январь месяц был. Но поселилась женщина, которая приехала найти себе... Вторую половину, скажем так. И она меня на танцы. Пойдем, 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 пойдем. Я, значит... И она привезла с собой платья такие бархатные, жерелья, в общем, нарядицы, туфельки. Все. А я в сапогах, в теплом костюме пойду. Она познакомилась уже. Она говорит, проводи меня. Значит, то как-то неудобно. Я познакомилась, не знаю, подойдет он ко мне, не подойдет этот мужчина. Но он подошел к мне, пригласил ее танцевать. А я из зала ушла. Ушла, хожу там, рассматриваю вывески всякие, значит, читаю. И думаю, надо мне вернуться. Вдруг он ее приведет к этому столбу обратно и уйдет. Думаю, надо мне ее встретить. Я пошла ее встретить. Прохожу мимо, значит, к этому столбу. У стенки стоит мужчина. Вот этот Иванов высокий, в сером костюме, такая на нем серо-голубая рубашечка, так со вкусом одет. Сидна такая, волнистая, на голове благородная. Такой мужчина, я так на него глянула, прошла мимо, стою. Ну, как-то отметила. Отметила, да. И стою и думаю, вот чего он там вот стоит у стенки, но еще танец не кончился, пригласил бы меня танцевать. Да, почему бы нет. И он пригласил. Опа, желания совпали. Бывает же такое. И это стало второй судьбой. 9 января, это было 82-го года. Вот, это два года прошло уже после смерти Бориса. Вот, и все. И это была моя вторая половина на 19 лет. Ну да. Ну вот все равно было в жизни, как говорят, и трудности, и большие трудности, да, и может быть испытания. Но как-то вот с годами стирается, да? И остается вот именно доброе слово. Помяните добрым словом, да? Да, 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 да. Только доброе. Только доброе. В моей памяти только доброе. Вот ваша уверенность, вот эта уверенность в себе, такая размеренная походка, неторопливый разговор, умение вот строить диалог, поддержать разговор, как-то вот размеренность какая-то во всех движениях, вот какая-то светскость есть, да? Вот откуда она у вас? Это вы вырабатывали, вот это вы себя так поставили, что вот, да, я доктор, я должна всегда говорить неторопливо, чтобы меня поняли там пациенты, двигаться не быстро и так далее. Ну, наверное, вот это сама профессия, профессия врача и профессия преподавателя. Что я считала, что преподаватель, он должен быть, ну, на голову выше, что ли, и по знаниям, не только по знаниям, но и по внешности, что надо прийти всегда оприятной, ухоженной, чтобы студенты, ну, как-то с уважением относились. Вы видите их, допустим, 20, а они все 20, 40 глаз смотрят на вас одну. Да, да, вот это раз. Во-вторых, быть врачом, я одновременно совмещала работу в больнице, вот, преподавала и совмещала работу в больнице. Поэтому у меня были больные, с которыми я тоже не могла прийти, с каким-то видом, я должна в них вселять надежду выздоровления. То есть не просто пролететь, там растрепать, а пройти. Я много с больными беседовала, рассказывала, показывала, вот, и сейчас даже, вот, я дочери подсказываю, я говорю, что я всегда ходила с папкой на обход, и больным всегда говорила их анализы. Это им, то есть анализы-то в динамике, и говорила, сообщала им, что вот этот анализ уже стал лучше, уже вы идете на поправку, и, конечно, больные меня любили, они сочиняли мне стихи. То есть с больными надо разговаривать. У меня до сих пор на память много стихов от больных, поздравлений, праздников. Согласитесь, да, с больными надо уметь беседовать. Беседовать, да. Беседовать, тогда они благодарны. Тогда благодарны. Потому что, вот, как вы говорите, наверное, слово тоже лечит. Слово лечит. Лечит, это вы согласитесь с этим? Да. И не станете возражать, потому что это на самом деле так. Вот, да, во всем вашем облике, вот это вот как будто есть какой-то терапевтический эффект. Ну, я особенно этим так вот не задавалась, что вот прямо вот специально, что ты ставишь себя. И у меня до сих пор, я, например, не ухоженная на улицу, даже не выхожу. А вы сильная женщина? Вот вы как себя оцениваете? Ну, вы знаете, наверное, можно сказать, сильная в том плане, что я никогда не задумывала что-то неисполнимое, а задумывала то, что я могу добиться чего. То есть заранее знаете, что цель, которую вы поставили, она выполнима, да, миссия выполнима. И хотя вообще я так верующей стала в силу того, что у меня очень сестра верующая, и она по храмам меня очень много возила. Мы с ней от Тюмени, от Ханты-Мансийска до юга Тюменской области по всем храмам проходили. И она мне как бы в какой-то степени внушила веру в Бога. Задала вот эту новую тональность. Да, а еще в детстве, когда я была пионеркой, ходила в пионерский сад, заходила к бабушке, бабушка верующая. В центре Тюмени стоит и сейчас храм. И она вечером, когда колокола звонят, она меня водила в церковь. И мне вот эта вот церковь, она вот для меня какое-то с детства божество наводила на мою душу. Легла на душу. Вот есть ведь такие, как сказать, ну, может быть, назвать их, может быть, невоцеркленные люди. Да. Равнодушные. Вот вам это как-то легло, да? Школа атеизм воспитывала, а бабушка воспитывала веру в Бога, что надо помолиться. И я поэтому... То есть ходили на причастие. На причастие она меня водила, и я крестилась, но я была не крещённая. И она сказала, попроси у отца денег, пять рублей тогда, и я тебя покрещу. Она... Значит, я отцу сказала, а отец был такой атеист. И он сказал, говорит, я вот вас обоих окрещу кое-чем. Конечно, осудил всё это. И поэтому я покрестилась, оказывается, вот только сейчас, в 60 лет. Когда мне было 60 лет, я детей, ну как-то поздно понимание пришло, тем более вы говорите, что вы к храму как-то благоволит, душа у вас. Тем не менее... И знакомая поехала на машинке своей дочку покрестить. Я говорю, возьми нас с собой. И мы в Рудянской. Это тот случай, когда всё совпало. Вот знакомая поехала, у вас желание уже созрело до мной. Я, значит, детей, внуков. Нет, ну да, Свету, Алену, Сашу, я. Мы все сели в машину и поехали в Рудянскую церковь. И там покрестились. А слабости какие-то женские у вас есть? Слабости. Слабости. Вот вы работаете или... Ну, единственное, я себя заставляю. Я где-то с 40 лет болела, когда у меня очень позвоночник. Я делаю комплекс упражнений. До сих пор. Но это, наоборот, сила характера, что вы заставляете себя. Но это уже мне иногда как слабость мне не хочется. Вот я вчера, например, не сделала и подумала про себя. Ну, можно же не каждый день, а два раза в неделю рекомендует. Да, то есть тебе начала себя успокаивать и типа... Да, и послабилась вчера. А сегодня я нет. Сегодня я уже... А зато потом как себя хвалишь, какая довольная. Да, молодец. Молодец. То есть вот преодоление себя, наверное, все-таки вам свойственно, да? Свойственно, да. Потому что вот если вы в жизни добились, несмотря на трудности, да, вот получили образование, стали преподавателем, которого уважают. То есть это же мы через преодоление шли. Через преодоление. И я слово «не хочу» вообще не воспринимаю. И если произносят, допустим, кто-то у меня, значит, внуки или дети, «не хочу», я им говорю, есть слово «надо». А «не хочу», «не надо» слово произносить. После праздников обычно. «Ой, как не хочется». Я говорю, «надо». Что значит «не хочется»? Четыре дня отдыхали. Почему не хочется? «Надо». Вставай, иди и делай свое дело. Ну, допустим, музыка. Сейчас у вас, как бы, вы любите петь и слушать музыку, но не играть. Вот вы знаете, в соцзащите есть хор. И они у нас на современнице выступают. Я аж на современнице все равно. И вы думаете, вот вы иду на пенсию, и буду петь. Не буду работать, пойду в хор. Пойду на сцену. Пойду на сцену. То есть у вас уже, как бы, план такой разработан. Чем заняться, если вдруг. Если вдруг, да. Ну, пока планы работать. Ну, пока. У меня еще категория не закончилась, поэтому я еще хочу бы работать. Высшую категорию выработать.